Итак, в мае 2017 года в Англии на виноградной плантации возле Доркинс откопали танк Ковенандер, но это уже не первый танк, который нашли и откопали именно под этим виноградником. В далеком 1970 году был поднят еще один такой танк и он уже полностью восстановлен и находится в музее танков Бавингтонского университета. И вот когда эту историю услышал Рик Уорлок, взял что ему надо и пошел искать, потому что ходили слухи, что таких танков там было именно два. Да, понимаю, кто-то скажет, чего за слухи такие, а? А была информация, что во время Второй мировой, на этом месте, где сейчас виноградники, был учебный полигон. Эти два танка там использовались для обучения канадской армии в период с 1940 по 1944 года. А именно там была 3-я канадская полевая дивизия. Они готовились к вторжению в Европу на 6 июня 1944 года. И именно два танка использовались как учебные. И еще потому, что в то время уже эти танки не могли воевать против немецких, так как очень проигрывали им в броне и вооружении. Танк откапывали очень долго, так как грунт очень каменистый и тяжелый. Да и вес самого танка был 16 тонн. Когда же все-таки выкопали, обнаружили, что одна сторона как бы нормальная, а вторая нет. Эксперты думают, что ее пехотинцы покоцали, повредили. Чем? Да взрывчатка была в ранцах. Бросили. Бэ-бэ. И все. Отшкребай мои мозги от асфальта. Половина танков хлам. Ну это все во время учений. Также не было башни. Думаю, вы уже заметили, правда? Но местный фермер быстро сообразил, что к чему, обзвонил друзей. И у одного в амбаре была случайно вот такая вот красота. Настоящая башня от такого танка подошла как родная. Да, танк думают восстанавливать и хотят снять про него целый фильм. Субтитры создавал DimaTorzok